Восемь утра на земле Львруса. Доброе утро, Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Куркмазов. А Светлана Шаганова гуляет по горам с семьей. К ним приехал любимый зять. Сегодня мы расскажем о том, как лечиться, если в аптеках нет лекарств. И самое главное, как лечиться, если нет денег на лекарства. Начинаем, поехали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня у нас очень полезный гость. Региональный руководитель Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмила Капушева. Она также руководит благотворительным фондом «Самира». И мы поговорим о том, как в нашей республике кое-как богатые товарищи начинают гнобить и терроризировать своих бедных родственников за то, что они просят благотворительные фонды помочь лекарствами. Людмила, скажите, пожалуйста, прежде всего, как ваше здоровье? Не болели ли вы коронавирусом? Добрый день, спасибо. Коронавирусом я не больна. Есть тесты, подтверждающие это. И даже кровь я сдавала. А если у вас симптомов нет, почему вы тесты сдавали? Мы всегда говорим о том, что народ, зачем толпиться сдавать тесты на коронавирус, если у вас нет клиники, а вы... Я всегда поддерживаю это, но в данном случае мы с родителями переболели сезонной ОРВИ. А думали, что коронавирус? Но сейчас проверяют обязательно наши врачи, обязательно, если у вас есть симптомы, температура, насморк и тому подобное, придут к вам домой, обязательно возьмут тест, обязательно перепроверят. То есть вы переболели, но это не была корона? Это да, это не была корона. Благодаря нашим врачам мы в этом уверены. Теперь скажите, пожалуйста, как вы лечились? Ведь в аптеках нет лекарств, и народ реально жалуется. Лечились по тому же стандарту лечения, который назначил врач. Малиновое варенье? Нет, малинового варенья там не было, но его мы тоже пили, безусловно. Но врач-то может назначить. Откуда вы лекарства доставали? Не знаю, тот набор, который нам был прописан, как-то так, видимо, замечательно получилось, что мы смогли его приобрести в наших аптеках в Черкесске без проблем. И кое-что еще и дома было из запасов. Вот, в принципе, мы все втроем пролечились и нормально. Ну вот, вообще, Российский народный фронт обсуждал дефицит лекарств в аптеках Карачаева и Черкесии. Теперь скажите, пожалуйста, это останется на уровне, поговорили и на этом спасибо, и что-то поменяется? Нет. Что нам сделать, чтобы этого дефицита не было? Действительно, дефицит лекарств. Во-первых, необходимо было установить сам факт и донести эту информацию до необходимых официальных структур. Когда в июле месяце ввели маркировку лекарственных препаратов, а вы знаете, что это такое? Это значит, что завод, производитель, вот вы произвели определенную партию продукции, пока вы не отправите информацию о маркировании, и она не вернется, вы не имеете права с завода продать. Вот у вас на складе лежит этот товар. Дальше склад аптечный, который, да, он получил от вас, но он тоже должен этот же механизм пройти. Ввели программу, которая в июле вот этого года появилась. Извините меня, когда во многих аптеках Карачаева и Черкесии не было хлоргексидина, а флора Кавказа во всю его производила, виноват кто? Ну, не изучала данный вопрос, не могу ответить. Но вот сейчас дефицит лекарств, востребованных и связанных именно с коронавирусом, мы действительно выявили эти причины. И вот основной, одной из основных причин была эта. Второй причиной мы назвали ажиотажный спрос. Когда, извините, мы... Кто виноват в этом ажиотаже? Помните, как у нас то гречку закупали, туалетную бубу? Вот с лекарствами примерно то же самое. А вдруг у нас кто-нибудь заболеет, давайте мы про запас закупимся. Ну и вот это вот, естественно. А в это время вы закупились, запас себе дома сделали, а кто-то в это время не может действительно заболевшему человеку приобрести то или иное лекарство. То есть, получается, ответственность народа тоже в этом есть? Нужно все-таки как-то регулировать эти вещи, да, иначе будет как с гречкой, которая пропала в один день. Или там с солью. То есть, и в этом заключается смысл, когда говорят, сидите дома или ходите с масками. Все-таки разумное поведение должно быть и ответственное поведение. То есть, получается, если даже женщина, которая рожает двойню, у нее молока не хватает на двоих, а мы хотим от аптек, чтобы на всех хватило. Да, есть сбои в системе, есть объективные сбои, которые не зависят от людей. Но сейчас правительство Российской Федерации уже приняло решение о том, чтобы дать послабление аптекам. То есть, не будет эта система маркировки препятствовать. Сейчас вот мы посмотрим, кстати, вместе с вами, насколько это эффективно будет. Вот то, что они ввели, уведомительный характер. Но и мы с вами, как ответственные граждане, должны, соответственно, о себе, прежде всего, беспокоиться. И беспокоиться о своем ближнем. Но честно признайтесь, вот с начала пандемии вы были на какой-нибудь свадьбе? Нет. Точно? Нет, я не была ни на свадьбе. А осуждаете? Да, если честно, осуждаю. Осуждаю вот искренне, просто как вот человек, как гражданин и как ответственное лицо, общественный деятель. Потому что собирать более определенного количества человек, делать пышные какие-то праздницы, или наоборот, допустим, поминки, похороны, это горе. Но приумножать, скажем так, это горе. И брать на себя ответственность. Если человек заболеет у тебя на свадьбе, или принесет эту заразу, допустим, тот же ребенок с вашей свадьбы, дедушки, бабушки, которые дома даже оставались. Ой, у нас старшие не ездили. Ну хорошо, но вы-то ездили, вы-то привезли, вы переболеете так или иначе, но что будет со стариками, неизвестно. И вот это вот чувство ответственности, оно в каждом из нас должно сейчас быть как никогда. А с учетом того, что у нас заболеваемость на высоком уровне, получается, мы массово безответственные? Ну не массово, есть все-таки ответственные люди, но есть действительно люди, которые говорят, нет, если родня вся не соберется, я с ними не буду разговаривать. У нас были такие случаи, что мы даже в семейные какие-то вот такие вещи вынуждены были вмешаться, когда узнали. И я там просила авторитетных людей поговорить с человеком, объяснить, что так нельзя, так не нужно, там кого-то... То есть, получается, в Карачао-Черкесии люди требуют, чтобы пришли к нам на похороны, к нам на свадьбу? Родственники почему не приходят? Что обида на всю жизнь? Не надо, этого нельзя делать, мне кажется. Ну пусть на их совести все это останется, а самое главное, чтобы мы сидели по домам, и если даже не по домам, то в масках ходили. Теперь давайте поговорим о благотворительном фонде Самира, потому что у вас одно из направлений, это обеспечение лекарств жителей Карачао-Черкесии, которые нуждаются в этом. Скажите, пожалуйста, у меня возникает вопрос, как у налогоплательщика, если существует Самира, который помогает с лекарствами, то где же государство? Резонный вопрос, я понимаю, откуда он растет, но действительно в нашей благотворительной организации сейчас, с июня месяца, после первой волны, мы не закрыли эту лекарственную тему, а преобразовали в постоянно действующую программу лекарственное обеспечение. Каждую пятницу у нас открывается сбор, то есть это люди точно так же жертвуют, кто по 5 копеек, кто по 50 рублей, кто сколько может. Но хватает этого? Пока этого хватает, но я думаю, что и количество заявок увеличивается, и востребованность этой программы увеличивается. Сейчас и пандемия на это тоже влияет, то есть у нас вот сейчас все-таки вторая волна уже началась. А у вас нету такой работы, чтобы все-таки параллельно сборы делать, но и все-таки, может быть, юристы фонда у государства будут добиваться? Так вот прежде чем мы заявку когда рассматриваем, во-первых, мы смотрим на значение врача, это очень важно. Мы сами, со слов бабушки, дедушки, заявителя, там, неважно какого возраста, который сам себе назначил какое-то лекарство, говорит, ой, мне вот это нужно. Мы, естественно, не покупаем, на нас обижаются, ну, пожалуйста, дорогие, ну, не надо на нас обижаться. Мы действуем только по назначению врача, причем желательно, чтобы оно было относительно свежее, потому что если 10 лет назад вам назначили какое-то лекарство, нет никакой гарантии, что сегодня оно вам помогает. А случается ли такого? Вы поймите меня правильно, я абсолютно уважаю вашу деятельность, но в то же время я как налогоплательщик должен понять, где же все-таки государство. Может быть, вы не пользуетесь, точнее, народ не пользуется механизмом государства. Если среди ваших, ну, простителей, лекарств, такие, которые льготники, инвалиды, они отказались от набора социальных услуг, получая там 1500-2000 рублей ежемесячно вместо бесплатных лекарств, а приходят к вам, говорят, деточка, дай мне корвалол. Ну, не корвалол, но такое тоже бывает. Вообще, мы ведем аналитику свою, наибольшее количество обращений вот за последние месяцы, это были люди с проблемами сахарного диабета и кардиологические, ишемические болезни, то есть сердечно-сосудистые. То есть, вы хотите сказать, людям с сахарным диабетом не предоставляют государство лекарства? Дело в том, что мы прекрасно знаем, что предоставляет государство и в каких объемах, потому что мы сейчас, будучи волонтерами, доставляем, да, эти лекарства. Когда уже мы видим, что нет возможности от государства помочь, или это будет не так быстро, как хотелось бы, тогда уже мы подключаемся с благотворительными средствами, потому что за расходование этих средств мы чувствуем очень большую ответственность перед теми людьми, которые жертвуют. И неважно, сколько человек жертвует, 5 копеек или 50 тысяч. У вас есть какие-то лимиты на эти лекарства? Может быть, кому-то очень дорогое лекарство нужно? Так как мы вносим ежепятничные вот эти вот сборы, да, так как они достаточно все-таки ограничены, эти средства, бывает, что за пятницу собирается, ну, грубо говоря, 5 тысяч, бывает 105 тысяч. Ну, так вот, то мы вынуждены были, кроме как для коронавирусных больных, все-таки ввести лимит. У нас существует лимит где-то примерно в 5 тысяч, то есть до 5 тысяч все, что необходимо по назначению, мы закупаем, отдаем. Если нужны дорогостоящие лекарства, которые там, либо нужны лекарства, которые нужны, допустим, закупить где-то хотя бы на полгода, потому что это ежемесячные траты, то мы предлагаем открыть сбор, потому что индивидуально собрать этому человеку эти деньги, пусть это будет 20 тысяч. Кто-то на это идет, кто-то отказывается, так как боится. Вот почему отказываются, скажите, пожалуйста, чего они боятся? В основном боятся огласки, вот публичности. У нас очень странное, непонятное до конца мне, может быть, поведение, в том смысле, что человек не хочет, чтобы даже родственники, даже внутри одной семьи знали, что он обратился в фонд за какой-то помощью, стесняется, неудобно, что люди скажут. Вот это вот у нас одно из... На самом деле, это, мне кажется, нормально, что есть место, куда можно обратиться за помощью. И стесняться того, что у тебя есть какое-то заболевание, тебе нужно вот это лекарство. Это жизненно важные вещи, мешать таким образом тому, чтобы тебе помогли люди есть, которые готовы помочь. Мне кажется, нам внутри семьи, внутри общества надо менять отношение к этому, не только тех людей, которые с этим заявлением, с просьбой приходят к нам, но и тех людей, которые их окружают. То есть, получается, обращение в благотворительный фонд считается постыдным делом, если об этом кто-то узнает? Ну, вот получается так. Почему мы отказываемся от того? Ой, нет-нет, вдруг там кто-то узнает. Вдруг там соседи узнают. А дело в том, что история бывает такие индивидуальные, даже если не называть персональные данные, я имею в виду фамилия, имя, отчество этого человека, даже если не показывать его фотографию, как раз-таки родные и близкие, они и так поймут, о чем речь, о ком речь. У нас такие случаи были. И были и скандальные случаи, которые приходилось снимать, публикации. А ну какие? Когда, извините, мать многодетная, среди этих детей разного возраста есть дети с инвалидностью, она живет, извините меня, в сарае, который вообще в непотребном состоянии. Когда мы открываем сбор, и при этом через два дня мы находим, уже мы видим путь, мы уже, знаете, в уме построили ей дом, выбили там земельный участок, как многодетная семья. У нас уже, значит, радужные перспективы в голове. И тут вдруг поднимается волна бури протеста родни, родни и с ее стороны. Тут появляется отец этих детей, который ничем не помогал, извините, и родня вся не помогала. Дети, которые им нечего было одеть, им нечего было есть. То есть вдруг оказывается, что вообще, что вы тут в семью, понимаете, влазите, посреди ночи звонит с угрозами. И что в итоге случилось? С нашим волонтером, который, извините меня, наши волонтеры, люди, которые безвозмездно работают, и девочки, молодые девочки, вам бы понравилось, чтобы вашей дочери, вашей сестре такие вещи вообще говорили посреди ночи посторонние мужчины. Нет, конечно. Так чем закончилась эта история? Нам пришлось удалить пост. А помогли этой женщине? Это боль до сих пор. Мы помогли совершенно по другой линии, но помочь так, как мы могли помочь этой семье в целом, поменять в принципе их ситуацию, их жизненную, этим детям, дать совершенно другую. Мы не смогли, потому что она, заявительница, запуганная вот этими всеми родственниками, она просто ушла в отказ. Я часто говорю нашим волонтерам, что мы пытаемся причинить добро, мы пытались разными путями как-то переубедить родню и так далее, но у нас это не удалось. Кошмар. Спасибо вам большое. До новых волнующих встреч. Спасибо вам. Таким мы сделали это полезно утром. Если вы не можете помочь человеку, то не надо его осуждать, а те, кому нужна помощь, обращайтесь в благотворительные фонды. Приятной вам субботы. Субтитры подогнал «Симон»